Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видеоролике я хочу к вам обратиться с просьбой правильно настроить свой скайп. На время обучения в нашей школе мы должны видеть ваши имена и фамилии и фотографии. Давайте посмотрим на нашем классном чате студентов. Я открываю любой контакт правой мышкой «Посмотреть личные данные». И что мы видим в этих личных данных? Ник, ни фотографии, ни имени, ни фамилии. Кому обращаться и с кем общаться в этом чате. Давайте откроем второй скайп «Посмотреть личные данные». Опять одни ники и больше никаких данных нет. Для того, чтобы правильно настроить скайп и видна была ваша фамилия, имя, я вам сейчас покажу, как это сделать. Заходим в скайп «Личные данные», «Редактировать мои данные». И вот в этой строчке вместо ника просто нажимаете левой мышкой, открывается вот такая форма. У вас в настоящее время стоит ваш ник, ваш логин, с которым вы зарегистрировали скайп. Поставьте здесь русскими буквами имя и фамилию и нажмите на вот этот кружочек с птичкой. Ваше имя и фамилия активируются. Теперь мы можем видеть в классном чате вот здесь ваше имя и фамилия. Но подчеркиваю еще один момент. Вы будете видеть имя и фамилию только в том случае, если человек подключен у вас в контакты. А если человека нет в ваших контактах, в личке, вы видите его только ник. Но нажав левой мышкой на его ник «Посмотреть личные данные», вы видите, что это Татьяна Чистова, видите ее все личные данные. Скайп настроен правильно, но просто ее нет в моих личных контактах. Наведя на имя, вы видите фамилию. Наведя на следующее имя, вы видите фамилию и имя человека, кто пишет в чате скайпа. Поэтому убедительная просьба привести свой скайп-порядок. Спасибо за внимание.